Сайд-квесты это дополнительные задания, которые не обязательно выполнять для завершения игры. И хотя хватает тонны примеров, когда эти мимолетные дела действительно стоят того, чтобы отвлечься от спасения мира, в играх также полно сайдов, которые совершенно категорически не стоит проходить до конца. Всем привет, я Никитун и это семерка сайд-квестов, которые не стоило заканчивать. Часть 3. Приятного просмотра. Хоть мы с вами и убедились, что некоторые сайд-квесты не стоят допроходить до конца, Atomic Heart это одна из тех игр, которые пройти очень даже стоит. Я вовсю прохожу её уже около недели и не могу навосхищаться красотой этой игры. Сюжет рассказывает нам историю об альтернативном прошлом Советского Союза, который в мире игры не только победил во Второй мировой, но и продвинулся далеко за грани технических возможностей, став роботизированной державой. Но внезапно всё пошло не по плану и роботы начали убивать. На самом деле случилось гораздо больше интересных вещей, но познакомиться со всеми ними вам придётся уже самим. Открытый мир просто наводнён самыми необычными и в то же время красивыми локациями, которые не только приятно исследовать, но и испытывать на них тонну вооружения и способностей, которые даёт вам игра. Используя свою перчатку и два вида вооружения, вам откроются самые разные комбинации боя, которые нереально зрелищно использовать. От телекинеза до льда прямо из вашей руки. Оружие в Atomic Heart также можно кастомайзить и вешать на него разные обвесы, дабы оно стало мощнее. И со всем этим багажом вам и предстоит отправиться на простору Советского Союза, который удивит вас далеко не один раз. Но будьте осторожны. Помимо злющих роботов и мутантов, в Atomic Heart вас ждёт куча ловушек, загадок, головоломок и до невозможности крутейших босс-файтов. Но лучше сами в этом убедитесь. Игра уже доступна для покупки в ВК-плей, так что переходите по ссылочке в описании и разгадывайте все секреты предприятия 3826. Приятной игры в Atomic Heart, а мы продолжаем. В мире Red Dead Redemption 2 сложно найти друзей. Особенно, когда ты арканишь людей и таскаешь их за своей лошадью так часто, как это делает Артур Морган. А потому задание «Ветеран» кажется настоящим глотком свежего воздуха. Ведь оно дарит Артуру настоящего друга, не состоящего в его банде, с которым он может проводить время и быть собой. Это друг Хэмеш, которого можно отыскать, начиная с шестой главы. И ему нужна помощь, потому что его лошадь Бьюилл убежала с его протезом. Если вы вернете Хэмешу его лошадь и ногу, он пригласит вас заехать к нему домой, когда у вас будет возможность, чтобы порыбачить. Это станет началом второй части задания, в которой вы отправитесь к близлежащему озеру ловить великого тирана, легендарную щуку. Ну и просто прекрасно проводить время. Дальше последует третья и гораздо менее расслабляющая часть задания, в которую вы будете ловить легендарного волка. Но в итоге ваша дружба все же станет только крепче. Если вы не против выслушать мой совет, вам нужно прекратить выполнение данного побочного задания на этом месте. Потому что если вы продолжите задание, вас будет ждать четвертая его часть, в которой вы с Хэмешем пойдете охотиться на гигантского кабана. В процессе чего ваш близкий друг будет страшно ранен кабаном и умрет. Однако, если вы закончите данное задание, вы сможете оставить себе его лошадь, Бьюэл, что звучит просто замечательно, пока вы не вспомните, что случается с вашей лошадью в конце шестой главы. Бордерлайнс 2 Бордерлайнс 2 Бордерлайнс 2 И именно с этой проблемой столкнулись в Gearbox Software при разработке Бордерлайнс 2, когда вот этим мускулистым существам с четырьмя руками понадобилось название. В итоге они остановились на мордоплюях, но только после того, как отмели массу альтернативных идей. И некоторые из этих альтернативных названий вернулись в игру в задании «Угадай имя». Его выдает сэр Хаммерлок. Оно начинается с того, что сэр Хаммерлок, пытающийся подобрать для существ новое название, отправляет вас копаться в заначках мордоплюев в поисках вдохновения, после чего он придумывает название «Приматварь», и игра сразу же послушно переименовывает всех животных. Похоже, мордоплюи используют антиклурганы для отбросов. Это предполагает разум на уровне приматов. Точно! Я назову их приматварями! Но после того, как вы победите приматварь с помощью гранаты, чтобы выполнить следующую цель задания, оказывается, что это неподходящее название. И теперь над всеми мордоплюями появляется вторая идея сэра Хаммерлока «Дикохищник». «Издатели не оценили, Приматварь!» «Проклятое бескультурье!» «Ладно, как насчет «Дикохищник»?» Но это название продержится только до тех пор, пока вы не расстреляете три камня, брошенных переименованными «Дикохищниками», после чего раздосадованный сэр Хаммерлок выдает на гора третье и самое безумное альтернативное название. «Офигеть! Дикохищник уже занято!» «Эх, твою дивизию! Мне так надоело придумывать название!» «А знаешь что? Костежоп!» «Точно! Теперь мы называем их костежопами!» Простите, как-как? Шикарные новости! Все мордоплюи на планете были переименованы в «Костежопов» и ими они и останутся. То есть, если вы не закончите данное задание, вам повсюду будут встречаться костежопы. Что может быть лучше и забавней? Да ничего, по-моему. Но только вот в чем тут проблемка. Вам придется закончить игру так, чтобы случайно не выполнить последнюю цель задания, согласно которой вам нужно убить еще пять мордоплюев. А, извините, еще пять костежопов. Что практически невозможно, учитывая, насколько широко распространены эти мускулистые ребята по планете. «Тебе там не попадался, пес? Кузнец предлагает награду за пса, которую он вчера видел на дороге». «Скайрим». В пантеоне богов Скайрима Клавикус Вайл – это могущественный диэдрический принц, который известен тем, что заключает опасные и коварные сделки со смертными, что делает его, по сути, местным исполнителем желаний. Если бы вы пожелали, например, чтобы он закончил ужасную гражданскую войну, терзающую Скайрим, «Я бы просто щелкнул пальцами, и все бы в Скайриме умерли, и никакой тебе войны». В беде он вас не оставил бы. Однако, когда вы находите Клавикуса в его храме, у него очень мало магической энергии, потому что половина его диэдрических сил заключена в его псе, Барбасе, которого рядом нет, потому что Клавикус с ним сильно поссорился. Барбаса можно отыскать возле Фолкрита, жители которого считают его обычной приветливой дворнягой. Хотя на самом деле он питомец диэдрического принца с ехидным телепатическим голосом. «Вот тебя-то мне и нужно». И так начинается задание по воссоединению хозяина с питомцем, для завершения которого нужно провести самую знаменитую собаку Скайрима через половину континента, сражаясь с каждым встречным врагом. Потом вам нужно будет сразиться с вампирами, атронахом и волшебником, чтобы добраться до святилища Клавикуса и забрать его топор скорби. Топор скорби это, кстати, то, что Клавикус дал волшебнику, когда тот попросил у него лекарство для дочери, которая стала оборотнем. Как я уже говорил, Клавикус всегда поможет. После того, как вы все это проделаете, старина Клавикус Вайл предложит вам одну из своих классических сделок. Вы можете отдать ему волшебный топор или оставить топор себе, но только если вы с его помощью убьете его собаку. «Вот это просто». Но есть также и секретный третий вариант. Ведь можно ничего не делать и просто не завершать задание. Если вы не закончите задание, то Барбас останется вашим дополнительным неуязвимым компаньоном, способным бесконечно впитывать урон до конца игры. Ну и если вы сможете его настолько долго терпеть. Элден Ринг. Элден Ринг – это вдохновляющая история о том, как вы начинаете играть за новичка нулевого уровня с крошечной полоской здоровья и превозмогаете массу трудностей и лишений, пока не научитесь вызывать призрачного клона, который пройдет за вас всю остальную игру. Но не у всех в Междуземье есть лучший друг в лице смертоносного двойника. Некоторые его жители больше похожи на Топса, который пытается торговать заклинаниями в церкви и которого жалко сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что он волшебник низкого уровня, что напомнит вам о ваших собственных страданиях в начале игры. А во-вторых, потому что он, по сути, запер себя снаружи своего дома. А это со всеми бывает верно. Если вы добрый погаший, вы захотите помочь вашему новому другу и найти для него запасной ключ к Академии, чтобы он смог вернуться к привычной жизни. Но позвольте мне отметить, что дела у вашего приятеля-волшебника пойдут гораздо лучше, если вы оставите его в покое и полностью проигнорируете его побочное задание. Начнем с того, что запасной ключ к Академии Рея Лукарии оставили совсем не под ковриком, вам нужно будет забраться на крышу, пройти мимо многоруких роботов-убийц, свернуть возле злобного бросающегося магии волшебника, попасть на другую крышу, пройти мимо горгулий, спрыгнуть вниз еще два раза, пройти по балкам, спрыгнуть с балок и в итоге попасть на люстру. Как там оказался ключ? Это не очень веселая прогулка, но ради друга можно и постараться, верно? К тому же, по идее, когда Топс займет свое место в Академии, у нас там будет друг, который, если что, сможет нам чем-нибудь помочь, так ведь? Возможно. А возможно, при следующем визите в Академию, мы найдем его мертвым на стуле. Да, ваш друг Топс взял добытый вами ключ, зашел внутрь, а затем без труда был убит неизвестным монстром. Ну, или умер от сердечного приступа, или из-за утечки газа. From Software, похоже, решили не сообщать нам подробности. По крайней мере, мы можем хотя бы взять с его тела защитное заклинание «Преграда Топса», которое, судя по описанию, является делом всей его жизни, и которое нам никогда не понадобится. Потому что убийствами за нас занимается призрачный клон. Я уверен, что Топс поймет и простит. Это вопрос эффективности. Neverwinter Nights Neverwinter Nights основана на правилах для игры в Dungeons & Dragons, а действие ее разворачивается в одном из самых популярных сеттингов для D&D в «Забытых королевствах». Учитывая все заимствования из D&D, имеет смысл играть в игру точно так, как если бы вы играли в Dungeons & Dragons. То есть, максимально портить жизнь неигровым персонажам. И у вас будет шанс это сделать, когда вы будете пробираться через забитый зомби и терзаемый чумой квартал города Neverwinter, известный как «Гнездо нищих», где в храме вы найдете человека, укрывающегося от опасностей и ожидающего прибытия своего брата. «Приветствую!» Во всем этом чумном хаосе Бертранд Пенхолд потерял своего брата-мага Маркуса. Но Бертранд не волнуется, ведь у Маркуса была могущественная семейная реликвия, которая точно спасет его от орд-зомби. Спойлеры не спасла. Когда вы отыщете Маркуса возле кладбища и возле небольшой кучки зомби, вы увидите, что его уже нет среди живых и даже среди полностью одетых. Но у него все еще есть журнал, в котором он записал свой план по выживанию среди зомби, который не сработал, и упомянутая семейная реликвия. Это посох Пенхолда, который позволяет использовать немало полезных заклинаний и, вероятно, представляет огромную сентиментальную ценность для последнего выжившего Пенхолда. Когда вы вернетесь в храм и к Бертранду, перед вами предстанет выбор либо закончить задание и вернуть посох горюющему брату, не незаконченным и оставить посох себе. Если вы оставите посох себе, вы сможете либо пользоваться его магией, либо продать его за сумму заметно более крупную, чем та, которую Бертранд выдал бы вам в качестве награды. Естественно, вам придется взвалить на вашу совесть груз нового злодеяния, так как вы обманете ни в чем не повинного персонажа. Но когда вас это останавливало? Вообще, у моего персонажа чисто технически злое мировоззрение, так что я просто хорошо его отыгрываю. Ассасинс Крит Одисси. Проблема вагонетки — это ряд философских мысленных экспериментов, основной вопрос которых заключается в том, стоит ли жертвовать меньшим количеством людей, чтобы спасти больше. А в Древней Греции нельзя было и плюнуть так, чтобы не попасть философа, который сразу же стал бы обсуждать этическую сторону плевков. А потому главный герой или героиня Ассасинс Крит Одисси оказывается в идеальных условиях для того, чтобы на практике разобраться с проблемой вагонетки. В задании «Жуткая лихорадка» вы встречаете семью, зараженную смертоносной болезнью. Этой семье угрожает жрец с несколькими вооруженными людьми. Если богам нет дела, мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Лихорадка уже убила массу людей, а, возможно, заразиться от семьи угрожает многим другим. Так что жрец настаивает на том, что ни в чем не повинную семью нужно принести в жертву. Неужели лекарства нет? Все бесполезно. Молитвы, жертвы. Как вы видите, они уже все перепробовали. И вы должны либо убить жреца и спасти семью, либо встать на сторону жреца и не мешать ему убивать семью. Отпусти их. Что? Если окажется, что вы не можете равнодушно смотреть, как семью убивают, вам придется лично убить как жреца, так и его приспешников. После этого зараженная семья поблагодарит вас и отправится кашлять на людей в другом городе. Потому что о карантине здесь никто не слышал. А еще средства для дезинфекции рук изобретут лишь через пару тысяч лет. Вам это нужней. Берегите себя. Через некоторое время вы узнаете, что, представьте себе, на Кефалинии разразилась жуткая эпидемия. О нет! На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Если вы посетите остров, вы увидите прикольные тематические декорации по типу стонущих на улицах людей и горящих гор трупов. И, наверное, подумаете, что проблема вагонетки не так уж и проста. Лучшее решение здесь, конечно, состоит в том, чтобы предоставить возможность кому-нибудь другому тянуть за рычаг. То есть, увидев жреца и семью, вообще ни с кем не вступаете в разговор и не заканчиваете задание. Потому что обе концовки отстойней некуда. Лично я просто уеду на своей вагонетке от этой проблемы. Джин Фордж. Джин Фордж это ролевая игра, в которой вы играете за ученика мага в Мантии Мага, который ходит по изометрическому открытому миру и всячески его магичит. Пока что здесь пахнет только фэнтези. Но интересно здесь то, что вы не просто маг, а формирователь. То есть, человек способный создавать новых существ одной лишь силой воли. Среди существ, которых вы можете создать и добавить в свою армию мутантов, есть огнедышащие динозавры, мускулистые фури и, похоже, морские монстры в форме надувных матрасов для бассейна. Несмотря на то, что на вашей стороне сражается оружие из плоти и крови, вам лично все равно следует вооружиться. На случай, если вам нужно будет кого-нибудь пырнуть, пока ваш ручной велоцираптор будет отдыхать. А потому, когда вы прибываете в город Вакири и местная повариха говорит, что у нее украли ее лучший нож, вам нужно внимательно слушать. Она говорит, что данный нож сделан из истинной стали и закален магией. То есть, это самый настоящий артефакт формирователей. А она им морковку резала. Если вы исследуете местность, вы увидите девочку-лиец, которая подозрительно себя ведет. Ага, вот и наша подозреваемая. И вот теперь вы, волшебный детектив, специализирующийся на ножах, можете заставить ее отдать краденое, если скажете, что, по вашему мнению, нож просто потерялся. После чего девочка оставит его на земле там, где вы сможете его найти. Теперь с кухонным ножом в руках вы должны сделать выбор. Вы можете закончить задание и вернуть нож и нерни, которая за это сделает вам скидку на еду. Что? Одну скидку? Она даже бесплатной еды пожалела. Или же вы можете заметить, что этот нож довольно неплох. Он, вероятно, даже лучше вашего текущего оружия. И стоит он довольно много. А потому лучше не заканчивать задание, а оставить нож себе. А и нерни, пусть ничего не подозревая, режет овощи обычным ножом. Он и так уже был украден. Теперь он просто украден мной. Преступление без пострадавших. Хэй, ребята, заканчивали ли вы какие-нибудь квесты, о которых потом жалели? Если вдруг да, то обязательно делитесь вашими игровыми историями в комментариях под роликом. Конечно же, не забывайте про пальцы вверх, подписку на канал, телеграм и все в этом духе. Ссылки, как всегда, в описании. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.